Утешителю души истины, И жизнь здесь, и вся исполняя Сокровища благих, и жизни подателю Клиди, все лисяны, и очистины От всяких скрены, и спасти блажен Сокровища благих, истины, ищи души наши Отец наш Небесный, молим тебя, пребудь с нами Не дай нам уклоняться, не влево ни вправо Но следуй строго по окровавленным твоим стопам Слава тебе во веки, слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и пресне, во веки веков, аминь Аминь Сережа, эти песни не стопают? Как они называются? Вернемся к первому посланию апостола Павла Коринфяна, 15 глава Нет, не дочитывали Слушай, у вас есть слово, говорите Только спать на этой руке, пожалуйста, ладно? Чтобы у нас не было настроения 15 глава, первое послание апостола Павла Коринфяна Мы закончили на 33 стихе Вернемся к нему еще раз О котором я сегодня уже упоминал на собрании Не обманывайтесь, худые сообщества Развращают добрые нравы И короткое толкование феофилакта болгарского Обращают речь на увещание Между тем, прикровенно обвиняют их в безумии и легкомыслии Ибо это выражают словом Не обманывайтесь Добрыми же нравами Называют нравы, легко сдающиеся на обман Показывает вместе и то, что их другие увлекают в такие рассуждения Параллельное место можно назвать Первое послание апостола Павла Коринфяна 6 глава, 9 стих Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни молжеложники Царствие Божие не наследуют То есть, если не иметь стержня в себе Если не иметь своего собственного мнения, согласного с мнением Господа Согласного с Его заповедями, с Его учением, с Его истиной То в обществе, находясь Даже не соглашаясь как будто бы с этим обществом Невозможно остаться неповрежденным Нужно от такого общества удаляться Либо, находясь в этом обществе, нужно проявлять свое мнение Которое, твое мнение, согласное с Божьим мнением Вот тогда ты будешь себя понуждать к этому И тогда ты останешься невредимым от влияния этого сообщества Но, зная заранее, что это сообщество может тебя развратить И если это сообщество таковое, в котором ты уже был замешан в каком-то греке Освольственном этому обществу То лучше удаляться от этого общества Блажен муж и женииде на совет нечестивых Второе Петра 2.18.20 Ибо произнося надутые пустословия Они уловляют в плотские похоти и разврат тех Которые едва отстали от находящихся в заблуждении Обещают им свободу Будучи сами рабы трения Ибо кто кем побежден, тот тому и раб Ибо если избегнув скверн мира Через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа Опять запутываются в них и побеждаются ими То последний бывает для таковых хуже первого Можно назвать это параллельным местом к этому стиху? Я думаю, что да Не ошибаюсь я? Ну, я так понимаю, что нет, вы не ошибаетесь Просто здесь надо разграничить Если здесь вообще говорится об отношении ко всем И к людям, которые не верующие Здесь говорится о людях верующих Как относиться к тем, кто себя считает верующими Что ты имеешь в виду? Ты считаешь, что под словом худые сообщества Здесь говорится о верующих? Верующих я не имею в виду Не обманывайтесь, худые сообщества возвращают добрые нравы Да, здесь обо всем говорится И о тех, кто себя считает верующими Лжеапостолы там были, лжепророки и так далее Правильно И о мирских, тех, где ты находишься Да, совершенно верно Нужно еще и различать верующих и истинно верующих Которые свое мнение сообразуют с божественным мнением Это истинно верующие И те, которые считают себя верующими Но считают, что у него свое какое-то мнение Особое от Божьего мнения Ну вот я вот считаю Сейчас вот Игнат Тигнесс, я так понимаю, это опять Он же, да? Иларион Так он тросит меня в интернете Это не закончено То есть получается, вот мы сейчас как раз к этому и подошли Вот человек, он является правой рукой Сегодняшнего патриарха Кирилла Выступает перед итальянскими семинаристами Это, он же митрополит Еще даже, вдобавок ко всему Вот сейчас мы начнем его исследовать И делать вывод опять же К какому обществу относится этот человек Который начинает учить И общество Мы можем разбирать любые Какому является общество, к которому обращается он, этот митрополит И к какому обществу он относится Совершенно верно Тут еще вот что Ни одного нигде возражения от патриархии не поступило Опровержения не было И я могу быть уверенным Что не будет опровержения на это его Почему? Он не просто митрополит Он всем митрополитам митрополит У него труды сколько написано Я выставил на форуме материал Ну и конечно взял я из википедии Это интернетная, как сказать Энциклопедия, да И оттуда все о нем взято Его труды там перечисляют на несколько страницах только И вот Мы рассматривая его В нем увидим и других, какие они И дальше результат этого какой будет Никто не возмутился, никто не сказал, никто не разобрал Это говорит о чем-то или нет То есть у него грамоты хватило бы на десятерых А духовного, он как будто Библии даже не слыхал и не видал такой книги Вот смотри, в прошлый раз мы прошли пять страниц На шестой остановились На шестой остановились По порядку, вот они Нет, я хочу напомнить, о ком речь идет Значит, да Выступление митрополита Волоколамского Илариона А то уже спрашивают, это не наш Иларион Ну да, да Поэтому я и хочу заострить внимание Выступление митрополита Волоколамского Илариона Председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Это министр иностранных дел На открытии учебного года на Богословском факультете Южной Италии 17 октября 2014 года Он знает несколько языков, греческий, английский И какие он труды пишет Он музыкант, композитор Там что перечисляют И вот, ну чтобы это наглядно было Я знаю, что более наглядно, чем математика Ничем нельзя выстоять Допустим, вот этот человек зарабатывает много Этот мало Ну много и мало, это ничего не говорит Я говорю, он зарабатывает полтора миллиона А этот полтора рубля Вот разница видно Мне пенсия 5500-608 рублей Мне А из-за недоверия Путин Уволил Лужкова Ему пенсия 254 тысячи в месяц Ну не жаль, это непонятно Что до этого советская власть и была На сегодняшний президент-то знают Ну 254 тысячи Это у нас В районе, наверное, пенсии все не сложишь Это каждый месяц Не считая, сколько он там еще Другие накрутки Что Батурина его жена Миллиардерша Самая богатая в стране женщина Если у ней миллиарды И свои банки Зачем ему 254? Здесь вещи Это уже не о бессовестности Не о кровожадности Он уже в аду этот богач находится А мне назначили Как назначили? Это оторвали от меня Ему пенсию отдали-то Я 35 лет на стройке работал Три Грыжи у меня на позвоночнике Я с рельсами Шпалами работал Коммунизм строил Поганый Три нормы давал По 300% выработка была Дома строил Я говорю громко Я говорю громко Потому что без аппарата И вот я Решил сверить Как? Патриарх говорит Я одна же на речи патриарха Алексея был Второго Кирилла Мефодия День славянской письменности Он говорил минут 20 Слова Христос вообще отсутствует Бог два раза сказал Все на этом закончилось Я здесь делаю такое Подойди, Владимир, ближе Посмотри Чтобы заснять было Легче считать людям будет В докладе у него 5022 слова Математика И знаков без пробелов То есть буквы с запятыми 37244 Я скажу, что он сам даже этого не знает Но дальше Слово Христос у него встречается только один раз Один раз И ни одного местоимения Он, Бог Ему с большой буквы О нем Им по отношению к Богу и Христу Ни разу Ни одного разу Ну не я же составлял ему У него референты есть Которые проверяли Он, конечно, сверился Он все на себя не берет Он очень скромный человек Ну подумаешь, Бог какой-то Оттолкнул его и свое поставил Он скромняг и скромняг Ну подумаешь, Дух Святой Апостол опучил Да пошел ты Меня учат в свое Коммунистическое семинарию Академия Я разложу это По полочке И вам покажу Как они Они не говорят эти слова Но за этим все это стоит Сказал безумие В сердце своем нет Бога А почему он в сердце своем Слух нельзя было Кто отречется от Бога Без милосердия карается смертью Это мы считаем послание к евреям Это мы сегодня так Но он вот поэтому Так-то сказал-то где-то Он закон Моисеева отверг Закон отверг А отвергся от закона Моисеева Без милосердия наказывается А я не Сначала умрешь Там будешь оправдываться Без милосердия Я апелляцию пишу Какую апелляцию? Без милосердия Наказывается смертью Тройка, которая приговаривала НКВД Да вешера давали жить Но обычно в Китае дают 7 дней После приговора И обязательно привезти в исполнение Здесь ни минуты Без милосердия не медленно сейчас же А как? Вывели его И два свидетеля против на Уфе И тут же камни у всех руках Так говорил И тут же побили Да не доказано Он не говорил Побили Два свидетеля достаточно Вообще кажется Дурнее закона не придумаешь Это Бог дал Да сегодня я разница Буду Два до три Да можно сегодня Две тысячи набрать Судья говорит Когда было Как У меня вот Я судимый был Я очень хорошо это знаю Берут у меня в музей Листик И берут Листик Хороший был Но в конце Правый уголок Чистый Был загнутый И написали Был загнутый А на обратной стороне Было другое Совсем к делу не относящееся И тоже говорят Вот у Лапкиного Мы взяли бумажку Такая-то Все бумажки До одной у меня фиксировались Первые слова Были в выступлении И последние слова Библию Вот как Фиксируется Это делает Безбожная Коммунистическая власть Дальше я пишу В семи посланиях Будьте очень внимательны Я ничего не придумываю Я неделю потратил на это Это послание Якова Ну Якова признаете все? Да Дальше Два послания Петра Все признают? Конкретно тоже Иуды Знаков 36 тысячи 45 А у него 37 тысяч И 7 тысячи 761 слово То есть объем меньше Чем в докладе Об Идекте Миланском В семи посланиях Объем меньше И послания святых апостолов Написанные Движимыми Духом Святым Для сверхграмотного И супер ученого человека Добравшегося почти до До самой вершины А он парадигму А он парадигму с ее в другом месте Только зигму Дальше И это Вот так Тысячелетие И для сравнения В этих семи посланиях Слово Христос встречается 46 раз Там только один раз А в местоимениях Он Ему О нем Им по отношению Им по отношению К Богу Христу 109 раз У него 0 Ни разу Итого Об упоминании Имени Христова Расклад такой 155 раз В семи посланиях Святых апостолов И один раз В закладе Митрополита Илариона Один против 155 И такой расклад Всюду Где Не любят Святую Библию Теперь начинай считать Один на 155 То есть у него уменьшено Только упоминание О Боге В 155 раз Не в 100% А в 155% Ну пусть он теперь Опровергнет это Вам вопрос Вы вот это написали Только для нас Или вы будете Это в интернете будет Завтра утром уже будет Все Понятно Спасибо А откуда вы мне В прошлый раз Когда занимались Сейчас по интернету Ну где продолжение Где Дайте продолжение Мы закончим Где черному Красным подчеркнутым Я же ясно Что подчеркнул Ты Мне как-то пальцем Или как Давай знать Чтобы я комментировал Давай Историческое значение Миланского эдикта Состоит в том Что он стал Поворотным Пунктом В истории Римской империи Поворотным От Евангелия К мирскому Но он то совершенно Это был поворот влево А не поворот вправо Он вот что показывает Миланский эдикт Зачем он нужен был Когда церковь сияла Она славилась мучениками А теперь Любые арестованные мученики Уже в России царской При советской власти А они Патриархия Тогда не патриархия Еще даже была Объявлялись врагами народа Кого бы не арестовала Меня еще не посадили Я еще под следствием А церкви уже идут Он нарушает Лояльные отношения С советской властью И прочее Это священник говорит Скачков отец Михаил Город Барнаул 1986 год И на суде вышел Я ему считаю Вы говорите Отец Михаил Что я И дальше написано Игнатий ожидает Мессию Запада Я встал и говорю Я ожидаю его Грядущего на облаках небесных Силы и славы великую Да я не говорил этого Судья говорит Как не говорили Ваша подпись стоит Я говорю Отец Михаил Я все вам прощаю Благословите Шагнул ему за барьера Он благословил Как кинулись охранники Растащили нас Это как так Нельзя допускать А я вот уже просил И благословился у него Почему Я его считаю благодатным Хотя здесь он заблудился Но для него это было Таким потрясением Он что вскоре умер Спасибо, Господи Вот поворотный момент Дальше Вот это красивое слово Эти красивые слова Употребляют для того Чтобы завести в заблуждение Конечно Поворотный Значит нужно определить Куда поворот Влево или вправо Или вот так как Никуда, никуда Ни сюда Говорят, укус был Как от скорпиона Скорпион сначала Говорит, прилижет Я не знаю, какой скорпион А потом ужалит Почему в вино отраву дают Потому что вино любят пить А если одну отраву налить Он пху Пахнет неприятно Немножко Одну капельку в вино И вот он здесь это делает Так, по словам отца Иоанна Мейендорфа Появилось Цитата дальше Появилось новое общество Принявшее христианство Как свою религиозную А потом и моральную Культурную И политическую норму То есть не Христа приняли Уверовали А моральную Культурную Да где это видно Павел говорит Что для меня жизнь Христос А не моральная Культурная революция Для меня жизнь Это Христос Он о Христе Это не говорит У него не было У самого поворотного пункта Это говорит Человек полностью Выщищенный От евангельского духа А он и не говорит Что это его слова Он дает цитату И указывает место В этом трудах Этого иоанна Он ссылается не на католика На своего Патриархийного Мейендорфа Конечно он ссылается на кого Это общество Просуществовало в Европе Вплоть до начала Нового времени Когда во многих странах Церковь решили Отделить от государства Правильно сделали Потому что это была Была свадьба Не по Богу Павел говорит Я умер для мира И мир для меня Два мертвеса Не венчаются Я умер для мира И мир для меня Два мертвеса Их нельзя повенчать Вот и ответ От событий 1700 летней давности Я хотел бы сейчас Обратиться к событиям Недавнего прошлого И рассказать вам о том Как юбилей Миланского эдикта Отозвался в Русской православной церкви Свободно Которую я представляю И которая в прошлом году Праздновала другой Значимый юбилей 1025-летия Крещения Руси Точка Совпадение двух юбилеев Заставило нас задуматься Об историческом пути церкви Поразмышлять о древнем событии Положившем начало Новой христианской цивилизации Но одновременно с этим Оцените нашу собственную Недавнюю историю Ни одного слова Ни одного поворота языка У него нету по Евангелию И вот тогда-то Там-то что-то Где-то А ничего этого не было Вот это поворотный пункт Его учили Учили в семинариях И дальше он заявляет себя Я официальное лицо здесь Представитель православной церкви Я сейчас говорю Лично от себя Не от кого Я во имя Бога говорю Я представитель Бога А он Московской патриархии Мы разные Я полномочий Представитель Бога Иегова Когда считаю Слово Божие Так сказал Бог Он не может сказать Что Бог это сказал Нигде Иначе он бы сослался Но не ссылается То, что мы пережили За последнюю четверть века И чем продолжаем жить Сегодня Можно с уверенностью Назвать В кавычках Цитата Вторым крещением Руси То есть он не крещеный Вчера мне Юля Прислала Где она Юля Покажите А здесь Прислала Как амиши Ну это особая Такая группа А на них там выделишься И как Их крестят православие Православный батюшка Маленький какой-то Чайничек Что ли У него Вот так вот На глазах Где-то льет Это от католиков По православному Это вот как патриарх Патриарх Чисто по православному Сегодняшнему Ребенка держит Вот так Ногами кверх А он ладошкой Мочит ему головку Ну женщину Ты не поставишь Кверх ногами Значит ладошкой Туда и пока донесет Она над этим Склоняется Сейчас-то парик Только мочит Сейчас можно Штанат поднять А это амиши И они выстояли Это и стоит священник По полной парадной форме И вот чайничка наливает У нас и иконы-то Такие же У нас в храме Такая икона Христос стоит на берегу А из какой-то Черепушки Там янгрессит Как бы выливает на него У нас католическая икона В храме-то И в лагере у нас Такая икона Почему? А у нас икон своих нет Мы берем от патриархии Ну что интересно Это-то икона Которая льет Христос на голову Это Христу на голову Она от Зарубежной церкви Жанданвиля Привезенная мною Вот еще что Хотя там Кресль полное погружение Ну конечно Не наученный Точно Результат тот же самый Ведь как известно Русь была крещена В 988 году Святым князем Владимиром Водок-Непра С тех пор началось Спасительное шествие Христианской веры В ее византийском Православном Изводе По городам и весям Святой Руси Византийском Изводе Понимаете? Изводе Апостол Павел Я пришел Решил ничего не знать Кроме Христа И притом распятого И византийском Вы знаете что такое? Это означает Что они приехали С лопатами Штыковыми И гробарками Которые Совковая лопата Пообедали монахи Может отдохнули По привычке Отдохнули И сразу спросили А горы есть? Да вот киевские горы И пошли рыть Это первый монастырь Пещерное Привезли нам-то Несколько сундуков Ладана Это описывается Все Нигде я не считал Нигде Что они привезли Хотя бы один чемодан При князе Владимире И Евангелии На русском языке Свитка Их и не было Еще пройдет Почти тысячелетие Пока Евангелие На русском языке Нам дадут Вот этот извод Слава такие Извод Вы даже не знаете Что такое То есть оно Вышло оттуда Аборт сделали Этой водой побрызгали Сказать нельзя Мерзость одна А ведь Святая Русь Это то Историческое Пространство Которое Объединяет Нынешнее Россию Украину Белоруссию Три славянских народа Разделенные Ныне государственными Границами Некогда Составляли Единый народ И имеют Общую историю Продолжавшуюся Более тысячи лет Святая Русь И ныне Сохраняется В виде того Духовного Пространства Которое Объединяет Русская Православная Церковь Включающая в себя И Украину Когда о Христе То речи нет Пространство Слово пространства Оно отсутствует Даже Я беру его слова Стал по Библии Проверить Вообще Библийский Вообще Он заученный Это Киммол Который Не призывайте К чему Звучающий Ни одного Нормального звука Он музыкант А просто Бринщит С языком И все Это митрополит Говорит Он за собой Это повел Сколько Как он на суде Божьем Будет говорить Он считал Слово Божие Он знает Библию В оригинале На еврейском Читает На греческом И от народа Спрятал Вот это богач Который в аду Мучается Он никого Не накормил Он тешился Сам Весь Вся грудь У него В наградах Ему сколько Наград Какие у него Доктора Богословия Все присваивают Все кроме Христа Зачем мне Все это Когда Тот Которого Псы лизали Оказался На лоне Абрамовым Псы лизали Более Сочувствующие Были За более чем Тысячелетнюю Историю Русского Государства Отношения Церкви И светской Власти Развивались По разному В период От 988 года До автокефалии Русской церкви В 1488 году Государство Содействовало Распространению Православной веры И не вмешивалось Во внутренние Церковные дела Заметьте Развивалось По разному Пока еще Ничего По разному Двоеточие При царе Было так то Все подчинено Было Оберу Полномоченному По религиозным культам Уполномоченному Как теперь Совершенно мирской Гражданский человек Не верующий Мог быть Такой и был Победоносцевщина А дальше А дальше Сразу перепрыгивает Через перестройку А почему Вы не говорите Что вы Советскую власть Хвалили Посчитайте Что у Алексея Первого Говорил У гроба Сталина Кого мы лишились Это учитель Это наставник Это вошь Какой Громадной Духовной силы Мы лишились Тот Кому в аду Место мал Он стоял И Качал ему здесь Март 1953 Год Это все Сегодня Напечатано А тогда Печатал Журналь Московской Патриархии Складывались По-разному От Митрополита Сергия Строгородского Церковь Была не просто Знакомая Какая-то Или Это полное Абсолютное Подчинение Ваши радости Мои радости И все это Защищает Как-то И какую-то Святую Русь Они гнут Когда была Святая Я просто спрашиваю У меня песнопение Такое На стихотворение Составлено Скажите Дату Срока Имена Во свете Библии Патетика Растает Останется Вино Вина Война Хватали Все От севера До юга До порта Артура Оспу Островов Все Подгребли Саму Тайгу И в югу И расплодили Нехристи И воров Кто Хуже Нас Сокровища Земные Транжирит Жет И рубит По весне Мы Опостылили От века И до ныне При Балтике Татарам И Чечне На наши земли Вожделение Зависть Облизывая Смотрит Миллиард Весь Мусульманский Мир Там Добровольцев Запись У нас Отнять За счастье Каждый Рад О Боже Проповедников Пришли Служение Богу На родном На русском Крещение Духом Водное В крови Тернистый Путь И вход Уж Очень Узкий Тогда Исполнив Веренное Однам Не Русь Святая А герои Веры В народы Понесут Евангельский Бальзам От коммунистической Заразы Эхимеры И Витя Положил на музыку Это мои стихи Святая Никогда Не была Это от Василия Кажется Третьего Пошла Эта выдумка Когда она была Святая Князья Друг друга Уничтожали Князь Владимир Крестился А Борис И Глеб Родные Братья Убивают Их Двоих Совершенно Не занимались Этим Ну ладно Они маловерующие Были Курили Анашутом Сыновья Бы Он убивает Их А эти Теперь за ним Тот тоже Погибает Его Прозвали Святопол Каянные Это все Наше И все время Третьует Ну ладно Мы богаты Не живем Как на западе Но зато у нас Духовный уровень Да какой же он Уровень то у нас Когда говорит Ну без двух дней Патриарх Его патриархов Непременно Изобрать должны И он ни одного Слова евангельского Не слышал И не знает О каком возрождении Речь может идти Я не знаю Я это не от грамоты Говорю Я всю неделю Молюсь и молюсь Беру в руки И смотрю на него Господи Что какая у нас Чума постигла Это ни один коммунист Этого не придумает Что говорит Этот супер Грамотный человек Для него Христос Не только неизвестный Он чужд Если не враждебен Иначе как бы Он 155 к одному Сделать Я взял Специально Не одно послание Я попробовал Посмотрел Кремлянам Тот же самый процент Везде Ну взял Семь посланий Все таки Иаков Петр Иоанн Иуда Четыре апостола И перед ними Стоит Иларион Ну и стали сравнивать Ну они его опровергают Потому что Он чем может сказать им Что вы Друзья бородатые Вы не правы Он приятный такой Иларион Как выглядит Апостолов мы не знаем И он всем угодит Разные у нас были Отношения Разные Зачем ты перепрыгнул Вы угождали Этой власти Вы лизали В самые непотребные места Вы убивали Буквально На ваших руках Полок И все В крови Кого вы называли Врагами народа Как кого арестовали Священника Враг народа Епископы арестовали Сразу же отрекаются Потому что Власть давила И всегда спрашивают Ну а для чего тогда Все таки Сталин открыл Вот это Патриархию В 43 году В сентябре Для одного Развозить Заразу коммунизма По всему миру Другой цели не было Они это выполняли Выполняли У многих Клички Чуть не генеральские звания КГБ Пятый отдел КГБ Это подробно На изнанку Изнанка патриархии Отец Глеб Якунин писал Когда он работал С архивами КГБ По пятому отделу Он работал Ему задали вопрос Говорят а как Вот у старообрядцев У баптистов У них не было Было Да еще не меньше Все И вдруг комиссию Это устранили Как будто ее никогда не было И нигде не поминают Ложь Одна ложь Непрерывная ложь И вот это он Как говорится Охмуряет их стоит Студент опыта И они думают Вот так надо делать Он о Христе Он ко Христу не приводит Но если я знаю Зачем мне о Христе говорит Это самое радостное Говорить о Христе Где бы я ни был Говорить о Христе Выше радости нет на земле Считай Самое уместное Сейчас Процитировать Стих Апостола Павла Коринфина Он относится И к этой ситуации Отрезвитесь Как должно И не грешите Ибо к стыду Вашему скажу Некоторые из вас Не знают Бога Мы говорили о том Кто знает Не знает На собрании Считай Следующий так называемый Московский период 1448-1589 годы Княжеская власть Нередко нарушала Сложившийся баланс Отношений И принцип Взаимного Невмешательства Меняя неугодных Предстоятелей церкви На более лояльных А сейчас нету Этого Что слово лояльных Вы знаете Слово У корабля Есть лиялы Куда стекает Всякая грязная вода Для меня Это вот тоже Лиялы Называется Похоже В 1589 году Московским собором Под председателем Константинопольского Патриарха Иеремии II Был поставлен Первый русский Патриарх Иов Запомнили В 1589 Модель отношений Церкви И светской власти В первый Патриарший период Была Репродукцией Церковно-государственных Отношений Сложившихся Византийской империи Так называемой Симфонии Церковной И государственной Власти Полностью Все Мирской власти Предали Симфония Оттуда Этих слов Даже нет Симфония Это согласие Согласие С человека Который Не знает Бога И который Родился от Бога И чтобы было согласие Ну почему И у Иры Да с Яном Крестителем Не было согласия Почему у Нерона С апостолом Павел Не было согласия Почему у Иоанна Златоуста Даже с христианской В Евдоксе И не было согласия При безвольном Муже Аркадии Когда нас ослала И так и умер Ссылки Не дойдя до места Камана Почему Вопрос То стоит И его Надо сегодня Вот здесь как раз И сказал Что мы Поступали Неправильно Не по Евангелию И византийская модель Как он называет Я его языком Совершенно не подходит Она антихристианская А нам всем умирать надо Что такое репродукция Репродукция Это воспроизведение Чего-то Да Того что было Они взяли от Византии А в Византии Только убийства И убийства были Сколько у них там было Этих Королей Кого называли Там василистки Они называли Из них если взять То больше половины Смещались И уничтожались Сыновья сразу Кастрировались все И это не Никогда-то А вот уже Христианские сопи И все эти колокола Звенят В собор уже прошли И непрерывная смена Правителей Непрерывное убийство Эту модель Они взяли себе А церковь что Но церковь молчала Когда уж еретики Возникали Тогда Феодор студит Максим исповедник Тут Карпагенский Маленький Киприян Что-то сказал Только борьба с сервисами Я стал исследовать Я говорю А какие на западе ереса Вообще Говорит не было Как не было А не было Мы вот эти соборы Которые были Не было Еще повторяем Не было Это у вас делятся У них сразу Отделил лютер И все не так То есть они набирали Столько ересей Что дальше уже Никакой собор не помогал Только отделяться надо было А отделение Незаконное А оно ничего не дает Кроме того Что человек выпал Из корабля Он вообще не церковный Установление Избрание патриаршества Стало логическим Продолжением Исторического развития Восточного христианства Двоеточие Православные патриархаты На востоке Находившиеся Под властью мусульман В шестнадцатом веке Искали поддержку И защиту Русской церкви И русских государей Избрание патриарха Придало особый статус Не только церкви Но и высшей Государственной власти Которая окончательно Осознала себя Приемницей власти Византийских Василевцев Кто такие Василевцы? Императоры Цари императоры Да там же Это все тоже Политические решения Почему Они до этого Патриарха Не избрали На Руси Да потому что Византия крепка была Греция У них войска были Лучше вооруженные И так далее И тому подобное А тут турки Все позахватывали Мусульмане Выбили их везде И они все Безропотные Эти Василиски И начали тут же На себя рвать одеяло Только Единственное Что повезло То что никого Не убивали Потому что Убивать не надо было Это Мух Махмед четвертый Он там всех убил В Ханстанинополе Уже в 1553 году И сам Поэтому забрали И теперь говорят А у нас Третий Рим А у нас Византия Вторая И Четвертому Не бывать А сейчас Американцы Пытаются на себя тянуть И говорят Нет нет Это Мы Четвертый Рим Мы четвертый Рим Святые отцы Православия Сказали Не бывать вам Американцы Мог бы добавить сюда Но это же У всех на слуху Даже этого не добавил Наверное Четвертый Рим Ему ничего не надо Ему только надо Ему надо защитить Вот О чем сейчас Вот Игнат Тихонович Сказал Было два Рима Рим Тут в общем Когда называют себя люди Что я слепок с него Репродукция Ты смотри на кончину Константинополь Новый Иерусалим Россия Это второй Израиль Чем Израиль закончил Москва Третий Ну если вы говорите Что Рим Это Вавилон Чем закончил Вавилон Чем два Константинополя И Рим закончили И вы берете на себя Это и говорите Это мы Другому не быть Это означает Вы в такой бездне Греха будете Как Содом и Гамора И за вами Только Антихрист Уже будет Вот почему Четвертому То не быть Третьему Четвертому 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 Третий Русской Православной Церкви Супразднение Патриаршества И создание В 1721 году Святейшего Правительствующего Синода Фактически Министерство Структуре Государственных Органов Управления Которое Возглавлялось Светским Лицом Оберпрокурором Начался Период Секуляризации И подчинения Церкви Государству Вы знаете Секуляризация Что такое Обмерщение Зачем Зачем Он эти слова Вставляет Так же Как мотивация Так же Как Домудация Они Мирские По-мирски Говорят Христос Говорит И мир Слушает Их Он говорит По-мирски Сидят Севские студенты Они его слушают Верующему Это противно Это мирская Блевотина 1917 год Стал Переломным Как для Русской Церкви Так и для Всей Российской Империи Ознаменовав Начало Хаоса И ужаса Гражданской Войны Войны Всех Против Всех Вполне Исполнились Тогда Об истории Слова Христа Христос Упоминал Вот и все Один раз Драконовые Ничего больше не было И вы пошли под нож Все Дальше Он не договаривает Что это наши прихожане Он должен был сказать Которых мы не учили И они взяли за оружие Уничтожать друг друга И поэтому Главные виновники Революции Мы попы Архиереи Случайно Серафим Сарусский Три дня и три ночи Поднимал руки И главное Ну мы молимся Здоровье А он только одно Господи Пощади архиерею Господи Пощади священство Одно только Твердил и твердил И через трое суток Бог заговорил Не пощажу И не помилуй Почему Бог сказал Потому что он кричал Пощади и помилуй И Бог отвечает Не пощажу И не помилуй Как будто Ни одного в России Не было Мы видим Действительно Это так В 1937 год Только 200 архиереев Головы отлетели Да кого нас Только не было Во-первых Было В России было А во-вторых Которые уничтожались Оставались здесь Быстро рукополагали других И снова арестовали Головы улетели Вот почему Потому что Если архиереи есть Два архиерея Они могут Сегодня Завтра 300 архиереев Один год рукоположат Они это и делали Когда патриарх Тихон Ставил себе заместителя Сказали Знаете Обстановка трудная Надо два поставить Он подумал Говорит Да Обстановка очень трудная Давайте три поставим И всех Троих арестовали Расстреляли А сколько Надо было руководить Симса России Надо было Патриархами ставить Всех до одного И тогда бы они Ну дальше идти некуда 10% На которые Ленин надеялся 90% уничтожим А 10% Все таки мы загоним И никого Кого Одни патриархи Были сейчас здесь Я хотел еще Про братьев То сказать Брат на брата пойдет А ведь Когда 14-й год начался То кроме Распутина Все остальные Только забыли Около зимнего дворца Толпа собралась Она не влезла туда Потом сказали Полтора миллиона Людей пришли Это же не одни Богатые военные пришли Все там собрались Все сословия И все Благодарили царя Упали Пели царя Храни Потом Затише Произошло В 15-м году Берут перемышль Это вот сейчас Открывается все И опять взрыв Патриотизма Только что уже начали Клеймить царя Там уже И вдруг оппозиция Все опять Все опять Ура Все опять пришли К зимнему Опять кланяются Боже царя хранит Все опять Затишье 16-й год Атака В Галиции Этого Брусилова Опять Отвоевали территории Сколько-то Опять И опять пришли Эти же полтора Там может Два миллиона Опять собираются Опять царь хороший И тут Провал начинается И начинается провал И пошел-пошел В зиму И нету побед А так Была еще победа В 17-м И опять Хай Гитлер Кричали Боже царя хранит Николай второй молодец Просто не докричались Ну в красном колесе Богу надоели Эпопея Солженицыным описана Там все это подробно описано Это документально-художественное произведение Поместный собор 1917-18 годов Проходивший на фоне Краха всего государственного Общественного устройства Восстановил некогда Упраздненное Патриаршество в церкви Советская власть Издает в 1918 году Декрет о свободе совести Церковных и религиозных обществах Утвердивший принцип Отделения церкви От государства и школы Религиозные организации Лишались статуса Юридического лица Не имели права Владеть собственностью Собирать пожертвования Точка Ну тут понятно что Понимаете вот когда начинаешь смотреть А было ли такое Было при Петре Первом Петр Он крутой был Но до этого дальше не пошел Стал отнимать земли Все Зачем вам монахам нужно Вы Богу молитесь Вы думаете У них оно сколько было Имение 120 тысяч Рабов У одного Это надо ему столько Ну от силы бы один был Один А у царя сколько Вся Россия в этом была В плане И как еще так Имение бросили Имение вместе с рабами С колодцами С рыбными угодьями Со всем Не знали ничего Это они об этом тоскуют Что у них нет этого И сейчас вот они доят и доят Руководство Монастыри строят И отпускают Я думал миллионы Миллиарды Речь идет о миллиардах Которые отпускаются На восстановление монастырей Чтобы у монахов был подогреваемый пол Это новое житие надо писать Подогреваемый пол Да у меня даже у кошек У моих нет этого Сидят в подполе Первая советская конституция 1918 года Определяет духовенство И монашествующих Нетрудящимися элементами Лишенными избирательных прав Дети священников Лишались права поступления В высшие учебные заведения Власть в лице Ленина А затем и пришедшая ему На смену Сталина Инициирует беспрецедентные По масштабам репрессии Собственного народа Жертвами которых Стали миллионы людей Церковь подвергается Почти тотальному разгрому Архиереев Священников Расстреливают Без суда и следствия Храмы взрывают Монастыри Духовные школы Закрывают Вот он от этого говорит С тоской что этого не было И ни разу нигде Что это постигло от нас Справедливая кара от Бога Я прославляю за суды Правды его Они в этом не видят правды Вы не работали Не хотели Откуда это все было Это не сегодня нельзя Вы с Византией Это перенесли Иди кто прославляется Это дал он вам А теперь советская власть Отняли это Сказали правильно бы отняли Он никак Да это правильно так До этого говорили правильно Теперь Горбачева теперь клянут А он это вас раскрепостил Как бы не Михаил Горбачев Ничего бы этого не было Это один из самых гениальных людей После Гитлера Да Они еще не понимают Постановление об отделении церкви От государства И школы От церкви И организационных объединениях В 1929 году Ставили русскую православную церковь Вне закона Гонения на духовенство И верующих То затухали То вспыхивали с новой силой Как в довоенный период Так и в период После окончания Второй мировой войны По количеству мучеников За веру пострадавших Русская церковь Многократно превзошла Сон христианских мучеников Принявших страдания В первые века гонения Со стороны языческой римской империи Он ничего не поясняет Что он под этим видит Сказал бы И мы не хотели Чтобы этого было Ну и так понятно Он говорит Положительно или отрицательно Какие эмоции Тут ясно что он говорит Ну да Да это было Но это постигла Нас справедливая кара За то что не хотели Трудиться на евангельском поприще Не было благовестия Вообще не было Гонялись за штунды Старобрядцам Загоняли в подполье Люди сжигали себя Как это Лучше я сожгу себя Только вам в руки не отдамся Да как надо было В глазах людей видеть И сейчас они прославляют Ампилопея Это Бабов Его Монах написал эту книгу Сейчас и епископом поставили Такая огромная книга Была И как тот Он тоже был бессионер А как Он брал с собой войска И выезжал там Где живут манси Разные И они ловили их Они бросали все И бежали в болото Погибали там А некоторые все же понимали Ну ребятишки возвращались Баська Мы крестить все хотим Но правильно делать И крестите их А стоят солдаты С оружием и наготове Помазали их Помочили и ушли Приходят через неделю А мусульманин А мусульманин пришел и говорил У тебя сколько было жена А тебе сказали Что у христиан только одна Ну одна Да у тебя сколько Две А мы разрешаем четыре Надо так А у вас с кониной едят мясо Да и раньше ели А поп сказал Не надо есть А у нас разрешается И они все мусульмане Больше ничего Он сыграл только на плоти На все что в рот И в другое место Входящее и выходящее Все И мусульманская страна Там то ничего тоже не проповедовали Ну и хорошо что не проповедовали Иначе бы там бойня была Политические процессы в конце 20 века в СССР Привели к крушению советского государства Однако еще до того Как в декабре 1991 года Прикатил свое существование Советский Союз Началось возрождение религиозной жизни На всем его пространстве Произошло это как казалось совершенно неожиданно В 1988 году Именно в этом году В контексте празднования Тысячелетнего юбилея Юбилея Крещения Руси Задуманного изначально Как суккуба церковное торжество В народном сознании Пробудилось то Что принято называть Генетической памятью Национальной и религиозной Идентичностью Понимаете Религиозная память Пробудилась Народной генетической Идентичности Понимаете Не то что нету А вообще Это и в газете Ты редко такое встречишь В сознании народа Он правда пьянец Он наркоман Он блудник Ворюга Но там у него В памяти народная У него что-то сохраняется Он не верующий абсолютно Это может только Какой-то колдун Стоять и руками наворачивать И говорит Там-то память У тебя бабка была колдунья И в тебе-то сейчас Ставай руку Я пожму И в тебя войдет Какой-то дух И ты будешь все знать Это вот очень напоминает В народе это пробудилось Что могло пробудиться В мертвеце Сын мой был мертвый Мертвый Я жил Когда к отцу вернулся Он не знает Евангелия Ничего Это человек Тысячи и миллионы людей По всему Советскому Союзу Открыто выразили Свою позицию Приняв участие В торжествах Наполнив храмы И площади Во время Юбилейных богослужений Понятно что Значит люди Пришли в храм Он не о христе Не говорит Что человек родился свыше Он сердце отдал Богу Что Бог у него Наполнил дух его Без Ни одного слова нет А вот они пришли в храм И на площадях Приходили к Матроне Поклонились Это бабка любая Так верит А почему бабка Она загипнотизирована им А у него монашеское деяние Это шлейф Вверху они умирают бабки Это монах Яромонах Тут уже замолк Они тебе костылями будут долбить Как же здесь Возвышается церковная иерархия Которая вообще придумала Это празднование Тысячелетнего юбилея Властям ничего не оставалось Как увидеть и признать Что церковь Не музейный экспонат И не зверь в клетке А духовная сила Многомиллионного народа Способная его возрождать И обновлять Духовная сила Многомиллионного народа Ты найди двух или трех Которые правильно бы Евангелие понимали Попыта неверующая совсем Зачем бы патриарх Алексей II Нанимал Уговаривал Жданова Владимира Георгиевича Читать лекции от алкоголизма Запившихся попов Каждый пятый священник Барнольской епархии Еще при Максиме был запрещен За неблаговидные дела Еще только там нету Чего там только не было И сажали друг друга Костуртаева Николая Все захватывали Владимира Владимира С этого момента началось Беспрецедентное По масштабам возрождение Церкви На всем пространстве Бывшего Советского Союза В начале 1990-х годов Количество желающих Принять крещение Было таково Что обычный священник В обычном городском И сельском храме Мог за один день Покрестить Несколько сотен человек То есть Ни одного Некрещенного не было Никого и нету А вот А почему бы не сказать Так как попы не занимались Своим кровным делом Благовестия Павел говорит Меня Бог послал Не крестить А благовествовать А он почитает Крестил Да ни одного не крестили В это время хлынули разные секты Еретики всевозможных калибров И они заполонили все Особенно Украину Которая сейчас сгорает И они не поймут за что За мерзость За отступление Все эти бенихины И кого-то и конец там Сандерсы эти Ты посмотри Что они делают Что они говорят В течение последних 26 лет В русской церкви Было восстановлено Из руины Заново построено Более Слушайте 26 тысяч храмов Это значит Что мы открывали И продолжаем открывать По одной тысяче храмов в год Или по три храма в день А все бы не сказать Но патриарх Кирилл Когда проехал на Дальний Восток Он мог бы здесь В плести это слово И сказать Проехал и сказал Некоторые священники думали Храмы всегда будут полные Народ отхлынул Храмы пустые Вы хотите на перепутье Вот это бы он сказал Что храмы-то пустые За рубежом храмы эти Сдают куда угодно Кому угодно в аренду Платить-то за них надо Никого нет Вот мы пришли Ну я скажу даже где Вот мы в разных-разных местах Большой Улуй На Алтайр Я зашел туда Храм открытый Зашел Смотрю Никого нигде нету А вы что Купить хотите? Он налево повернулся Касса Стоит священник Никого ни одного нету Он стоит за кассой За ларьком продавать Что-нибудь купить хотите? У него нету Прибыли Никого нету А это Большой Улуй Куда меня хотел Геон руку положить И сказал Я тебе пошлю Большой Улуй А я у них там выступил И сказал И в ночь Перед этим рукоположением считать Я во сне увидел Вот такая огромная стопа лежит Бычьи шкуры засохшие Быка когда заколит Шкуру снимут А потом она на солнце засыхает И мне голос какой-то Кто-то говорит Выделывай А я шкуры выделывал Немножко знаю Я говорю Они не выделываются Их нельзя Только химическим раствором надо И проснулся И Геону написал Митрополит Он Ставропольский был Здесь был Новосибирский Алтайский Я говорю Нет Ой он как разобиделся Да у меня Тут в кочегарках Работает столько людей Которые ждут В свою очередь Рукоположение Священники А я тебя хотел Рукоположить Я говорю Я понял Что вы мне хотите Сослать на север Бычьи шкуры выделывают Засохшие Зачем мне это нужно Было открыто Более 800 монастырей Которые наполнились Молодыми иноками И иноками В крупных городах Появились Духовные и учебные заведения Высшие и средние Богословские факультеты Стали открываться В светских университетах Церковь освоила Те направления деятельности Которые в эпоху гонений Находились фактически Под запретом Издательскую Социальную Благотворительную Вот я сказал Семь посланий Любое послание Откройте Он об этом говорит Нет По выбору Иоанн это очень любящий Это созерцательный Петр деятельный Якоб слишком приземленный Какава Дорофей А Иуда Это настолько гневный Что даже Трудно поверить Что писал верующий Это все Содомом Гаморой Он как Иона Метрополит Киевский тогда был К нему говорят Что ты Просили помолиться Ты помолился Человек умер А ком не помолится Умрет Да тут хоть какую-то Имей жалость А у нас только просили молиться Святые отцы Говорит Не просили Говорит У святых отцов Не показали Говорит Милости От нас ее не ждите Если ты согрешил Ты должен Исправляться Под эпитемией Его обвиняли В этом Иона Иона Метрополит Киевский Люди Это не знают ничего Знают только одно Ян Кронштадский Матрона Все для них Матрона тоже сейчас засохнет И будут искать нового Теперь Вячеслава этого Сберекюли Насчет Отрока И все это происходило В ту самую эпоху Которую на Западе Многие называют Постхристианской Мне не раз приходилось Слышать от моих Западных коллег Об упадке Христианской веры Об уменьшении числа Верующих Об падении числа Священческих И монашеских Призваний О закрытии Храмов И монастырей Для того Чтобы убедиться Что мы живем Одним из них Постхристианскую эпоху Достаточно посетить Одну из православных стран В которых продолжается Это масштабное Возрождение Религиозной жизни Например Россию Украину Белоруссию Грузию Рубыни Молдавию Поезжайте И посмотрите Как живет В этих странах Верующий народ Посетите Православные храмы Монастыри И вы увидите Горячее Благочестие Людей Крепкую Твердую веру Которую не сломили Никакие гонения Веру Которую вы насадили И твердость Это преданность вам И так же вас на вилу Поднимут Как всегда Он ни одного слова Здесь не говорит Которое бы подтвердил Он сказал Они же ты разинули Семинаристы Ну мальчишки Он перед кем Куражится-то здесь Ну неужели Это непонятно Что вера Да нет Да в любой храм зайди Любой Он говорит Любой храм Пойдемте в любой Мы были в Молдавии В Украине Во всех этих странах Результат везде одинаковый Самое негодное Это именно прихожане Намного хуже Тех которые не ходят И некоторые говорят Я пока в храм не ходил А я как-то маленько стеснялся А сейчас Я чувствую просто Это люди которые совестливы Я стала хуже А чего она будет лучше Слова-то Божье нет Вы очищены через слово Которое вам проповедано Нету слова-то Нету Представь себе У нас тут Я говорю Коробейники Это центр Пуп Алтайской епархии Там Коробейниковская Икона Божьей Матери Мы туда приехали Село Монахов Шестеро Или Семеро Не знаю Все село Вдоль и поперек Прошли Кажется два новых завета Что ли нашли только А мы подарили За один день До обеда 450 новых заветов Так поп выскочил Игнатий Тихонович Только уезжайте У нас тут все заснято Милицию вызвал Там майор ходит Толкется А за что брать Не знаю И что этот Роман Сейчас Рубцовским епископом То есть они Из них берут Самых бесталантных Самых негодных Но чтобы Чего изволитесь Его в епископ Уставят Он за это Что он Солгав Вызвал милицию Никогда не рассчитается И мы говорили об этом Я написал Это диски распространил Максиму дал Ну вызовите Какое с вами Объединение С лжицами С гонителями Может быть Ну нет там И он говорит Открылась такая Свобода Миланские дикты Сейчас там Горбачевская Свобода Духовность И люди стали Верить во Христа Они принесли Искреннее покаяние Они Изменили жизнь Свою Под действием Благодатных лучей Духа Святого Ничего этого нету Нету Мажет Печать Дар Духа Святого Печать Дар Духа Святого Печать Дар Духа Святого Руки ноги мажет Блудница пошла на блуд Все распрялись Куда ходят Ты сколько крестил Он знает Не считая Побочного эффекта Там кто в карман сунул А сколько ходит Храма я не знаю Ну хоть одного Ты знаешь кого венчал Ну венчал это более Таинственное Тут двое И то не венчают А идут И сзади вот так Венки держат Сзади идут Венчания то нет никакого Наголу то не касается Тут уж Обман Супер обман Венчания то ни одного нету Зачем венки то держать Когда наголу не надевать Такого нигде в мире нету Вот мне бы сейчас Звезда героя Кому то сказали Да ему А так подержал рядом Отнес Хлеб дал понюхать А не дал Как хаджа на серединце Монеты он посукал Слышал слышал Вот и рассчитались Это то же самое Венки потому что Девственникам только одевают А сейчас Девственников нету Никого Потому и не одевают Венцы Сестра говорит Одевают только Девственникам Так и одного Девственника Выходит нету Так нету Нету Да нельзя Да и он даже Знать не знает Про это Не поэтому Я спрашиваю Почему так Чтобы не запачкать Он же не спрашивал Кто там Девственница Это вообще Они не спрашивают Они рукополагают И не знают Что он блудник Что жена блудница По разокрещению А так на моно попирается Лучше бы помолчала Наша корова Но потому и Господь Не допускает Правильно Что знал То есть Каус Нечто подобное тому Что произошло В Римской империи В 1313 году Совершило 26 лет назад В масштабах Тогдашнего Советского Союза Мы были свидетелями того Как церковь В нашей стране После многих испытаний Кровавых жертв Вдруг вышла Из гетто Встала с колен И начала свое Победное шествие По городам и весям Значительная часть Общества Вновь обрела Свою христианскую Идентичность Это краснобайство Такое Краснобайство Такое пустотворие Победное шествие Православие Православие валяется Везде Его никто не знает Православие Переходить нельзя Открывай ворота Хлещет жижа Туда и сюда Я в Киеве стою В храме Решил посмотреть Сколько заходит За один час Семьсот человек вышло Зашло и с семьсот вышло Во время богослужения Вечернего Я только спросил А почему трамвайные пути В храм не завели Чтобы остановка была Прям внутри храма Ну раньше были Такие ухари Они прям на коне Езжали Служите Неразумные Необразованные Что такое Эдентичность Это подобные Значит Ну А что вы так Ну вот А что вы Возмущаетесь Ну это эдентичность Подобно чему Или кому А началось Все с того Что в середине 1980-х годов В центре Общественной дискуссии В СССР Остро стал вопрос О свободе совести В этой дискуссии Активную роль Играла церковь Вновь Как и 16 Столетий назад Сам Самим фактом Своего существования Вопреки окружающей Действительности Церковь Обнажила Кризис свободы А вместе с тем Она обнажила Внутреннюю хрупкость Прежнего порядка вещей Сколько он говорит О этой хрупкости Врушившейся системе Ценности Более не находилось Ни политической Ни экономической Ни смысловой Скрепы Способной Объединить народ Это говорит Политработный ЦК КПСС Это говорит Человек Который Никогда Не молится Это молись Бог обречен Дали свободу совести Совесть Никто не может Ее закабалить Никак Считай Жития святых Вот он лежит На спине И прикованный Лежит А другой Смотрит на него И видит Как у него Над головой Огненный стол И он понял Он молится Совесть Ее нельзя сказать Свобода совести Он даже не знает О чем говорит Ее нет совести Когда это говорят Свобода совести От которой свободен Безбожники говорят Свободно Чего? Свободно От праведности Это отопрестительнейший Документ И он не берет Опыт Что церковь Полное крушение Потерпела еще там Там При Эдихте при этом И сравнивает Вот Сравнивает Это похоже Это Какая-то скрепа Да больше скрепа Чем у вас в компарте Ни у кого не было Никогда И она разлетелась Благодаря Горбачеву Михаилу Сергеевичу Помните Мы носили Все время Из редакции Журналы Московской патриархии Алтайская миссия И всегда читали Поздравления Там все Которые Которые Присылал Патриарх И местный Местный епископ И где-то Приблизительно В 2005 Или 2006 Году Впервые Это уже был Максим Еще не Антоний Был Это точно Мы потому что За этим следили Это даже Наверное у нас И записи есть Сергиюши Куда Максим Это был Он начал Говорить о том Что церковь Была в гонении Робка Робка Так Одно слово Только там Пол предложения На следующий год Побольше было Потом смотрим Патриарх Там тоже говорил Где-то Сначала Патриарх Первый сказал Потом Епископ Сказал А потом Побольше А теперь Как снежный ком А теперь Бедную церковь Уже все гнали Она уже Ничего не боится Она расправила грудь Потому что Ясно Уже 2005 год Уже понятно Что совсем Все изменилось Что советская власть Не вернется Они тоже там Процент это смотрят Сколько коммунисты Выигрывают на выборах А коммунисты Все проигрывают Проигрывают Ясно Что не вернутся Ну теперь Как бы мы Это вот Это то же самое Когда предательство Было когда-то Давно совершено И теперь предатель Уже думает А я свободен Или нет От этого предательства Мне вылупиться Это можно Уже в полный рост Совесть свою Показать О том что Сейчас и говорит И вот они вылезли И теперь Везде раскудахтались Гонение Гонение И опять опоздали О другом уже Говорить надо И Зуганов верующий Все они верующие И про Ханов И про Ханов Александр верующий Газета Завтра Это все Отец Дмитрий Дудков Их исповедовал Их духовником Ну понимаешь Это даже безумием Нельзя назвать Вы вчерашние друзья Чего же вы отрекаетесь От них Вы никуда без них Не могли Шагу шагнуть Совещания какие были Везде с папами Советовались Все у них шло гладко Такие лояльные отношения Такие хорошие А вот Лапкин Пытается их разрушить Самое гнусное Показание Против верующих Давали именно Вот попы Московской патриархии Я это испытал И у меня Это в книге Все отображено Но может быть По другому Не может быть Ему охота жить Из его позиции Он поступает правильно Я еще ему могу Замен дать Ничего не могу дать А те пообещали Вот тебе 300 рублей А 120 Это уже считалось Много И тебе Поп сидит За зеленым забором Дома и молчи И все на этом Василина Павловна Да, Тихонович Теперь расскажите Про мнение Мы имеем свое мнение Или нет Расскажите нам Да подождите Дайте закончить На собрании Про мнение говорили Тихо Валя спрашивает Можно иметь свое мнение Или нельзя Давайте поотложим Это Пойдем дальше Давайте по этому Давайте по этому Это ни к слову не относится Не по делу Просто не спрашивай Пока заручил надо Пока я рассмотрю Расспрошу Потом Не слышу Не от Валечка Ну давайте мы еще одну страницу Отдаваем Давай, давай Еще По пять страниц Давай, хорошо Это последняя Женя, пятая страница И останется пять страниц Третья часть Прекрасно И тогда Выдержал Не стиховал Не ушел Простите, я думала закончена Не, она Вы заметите Кого тромало Это ушел Это не просто человек ушел Он ушел из общины Я-то по другое говорил Я-то поделал к этому Дух Это очень хорошо Это дух Дух непрерывного противления И он на чем-то Вот на этом эдикте Сейчас вылазит где-то Где-то он мог Вот по Теряевке А почему люди уезжают? Вот потому Когда приезжают Он крещеный Мы же откуда знаем-то Ну наконец запустили А у него свирепый характер Вот он делает там рамы Льет клея Там щель Вот такие в палец Батюшка говорит Да ты бы поближе Как он разбушевался Батюшка Да ладно, ладно, ладно И скорее вышел Думал ударит меня Сказать ничего нельзя Другой почти такой же Я с первого дня Стал молиться Господи Если они столкнутся В Теряевке А живут близко друг от друга Будет смертоубийство И Бог как сделал Развел Один выезжает в один конец От Теряевки А другой в другой И они еще дальше развелись И они там успокоились А там церкви нету А там он где-то около попа теперь И он с этим бешеным Просто сатанинским характером Там есть А здесь его все время Я ему Что-то надо дать Ему шифер был А я закупил Тогда возможность была Для лагеря Он дай на время Я тебе дам Но только дай мне обещание Что ты больше не будешь Он даже матерился Ты больше этого не будешь Фамилии нужны Я назвал В учету потеряю Нажимали И он дал Для слова Божья нету Там это написано Другому даю Он рассчитаться не может Там семен брать Ну ты Можешь не отдавать Но пока не отдашь Не рассчитаешься Чтобы Брод не брал Никакого алкоголя Он тоже уехал Корщину А почему ты ему такие условия Ставил Потому что люблю Я с первого дня говорил Не дай Бог Они столкнутся Их нельзя было остановить Абсолютно бешеный Демонический характер А они жили-то До нас Набирались этого Они приехали В таком состоянии Давай Заканчивай Я могу тебе сразу сказать Вот сейчас читаю я И вот Через призму того Чем напитан я Вот в этой общине Я воспринимаю это уже Вот Имею свое Как мне кажется Мое собственное мнение По отношению к тому Что я читаю А у другого человека Свое мнение Которое не согласно С этим стержнем Которое было воспитанное Поэтому не захотел слушать Этот человек Так этот человек Постоянно Все время возникал Возникает и возникает А теперь Теперь уже слишком ярко Расчеты Теперь он склоняется Ах митрополит А то другое Я пойду в московскую патриарху Туда нельзя идти Там не требуется ничего Просто порог перешагни Ты можешь переходить Баптисты Мусульмане Надо переходить А в патриархию Нельзя переходить Она открыта Двери открыты Шагнул Вышел Она не знает Зашел Вышел Лишь бы рот раскрыл И причастился Чем чаще Тем лучше Это одержимость дьявольская Некоторые события В истории церкви Нельзя объяснить иначе Как чудом божьим Таким чудом Стала эпоха Последовавшая За миланским диктом 313 года Не меньшее чудо Произошло в нашей стране В конце 1980-х годов Могли ли люди Которые Всего лишь За несколько лет До этого Рисковали Ради своей веры Благополучием А в некоторых случаях И жизнью Расценивать неожиданно Свалившуюся на их голову Свободу иначе Чем чудо И божий дар Ну почему Горбачева не помянуть То здесь Что это знаковая фигура В жизни российского государства Бельстин пьяниц А то другое Но он завершил Они роль Это распределили Там И Маргарет Тэтчер назначила Ты это ГКЧП делаешь А патриарх Не знает Он не уведомлен И когда ГКЧП был Он три дня молчал Почему церковь молчит Он не знал куда склонится Но когда понял Что раздавили все И он тогда сразу На сторону эту Свалился за Бориса Николаевича И теперь он Ты где сидишь Он начинает все Патриарху подражать Гонять их там Кто рядом с ним должен сидеть А там все на глазах людей Пешки Сидели рядом Могли ли они ожидать Что безбожная идеология Рухнет А на смену ей придет Иное мировоззрение В котором Благая весть Церкви Снова будет рассматриваться Как одна из основ Общества И залог его успеха В будущем Это как раз и не было Неблагая весть А строить их храмы 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 Он не говорит И говорит Когда говорит Неправда Лучше бы он молчал А вот дали свободу Да дали свободу Не было бы вот этой Свободы Которую получила Церковь Не было бы в Теряевке Но не в свободе совести То мы остались Те же самые Не было бы в Теряевке Не было бы лагеря Открытого у меня Но он у меня был И до этого Мы до этого собирались Мы не могли получить землю Тут получили Трактора нельзя было иметь Лошадь нельзя было иметь Мы это имеем Благодаря вот этой свободе Но не в свободе совести Я остался тот же самый В моем воображении Сознании Ничего не изменилось У нас не было бы общины Мы не могли бы собираться Молиться здесь Этого ничего бы не было Но это не свобода совести А свобода собираться Свобода печатать книги Я выступаю в разной печати Снимаюсь в кинопильмах Веду работу в университетах В заключении, в воинских частях По телевидению, по радио Мне открылась эта свобода Для благовестия, а не свобода совести Он не знает этого совершенно А ему тогда свобода такая же и была А благая весть, которая от колокольного звона Вы отрицаете ее? Благая весть была Не связана у баптистоп отделенных Инициативники Они тогда проповедовали, сейчас проповедуют Баптисты инициативники Вот это действительно герои веры Бесчисленные верующие, собравшиеся на торжества В июле 1988 года Могли бы повторить слова Некогда произнесенные Евсевием Кесарийским По случаю всеобщих церковных торжеств Ознававших новую эпоху Двоеточие Исчез всякий страх Это цитата Исчез всякий страх В котором прежде держали нас мучители Теперь наступили радостные и торжественные дни Многолюдных праздниц Все исполнилось света Почему он на Евсевию ссылается, а не на Горбачева Потому что Евсевия не знает и нужды нет А Горбачева все климят предатели Иуда И он уже сегодня, вот Иларион, он не с Горбачевым А он тебе свободу-то дал-то, поп Ты что дуришь-то мозги При чем тут Евсевий? Это Михаил Сергеевич дал А он дал по указке масонам И это мэр Маргарет Тэтчер Ему назначено это было-то Они вообще ничего не понимают Или лжет просто открыто Второе вернее В обоих случаях именно дарование религиозной свободы Предварило дарование прочих гражданских свобод Рассматриваемых в наше время Как одно из главных достижений демократического общества И это не случайно Потому что именно в христианской системе ценностей Понятие свободы получает особое содержание Мы, христиане, убеждены в том Что дар жизни – это дар Божий И что сама человеческая жизнь не подвластна никому Кроме создателя человеческого рода Эта убежденность делает христиан Свободными от гнета любой политической силы И любой идеологии Она делает их способными быть мучениками и исповедниками Когда церковь гонят Свидетелями истины и благовестниками Царствие Божие Когда церковь признают Никакой другой религии или идеологии Не свойственно такое трепетное отношение к свободе Великому русскому философу Николаю Бердяеву Принадлежат такие слова Цитата Свобода, прежде всего свобода Вот душа христианской философии И вот что не дается никакой другой Отвлеченной и рационалистической философии Что Бердяев сказал в философии? Понятно Вот он говорит здесь Говорит о свободе Вообще здорово слово свобода А свобода самый страшный дар от Бога И как им воспользовались? А что такое вообще свобода? Если так вот Даже с нормальных С общефилософских позиций Свобода есть осознание необходимости Есть осознанная необходимость Четкое выражение Я хочу иметь спасение Я хочу в Царствие Небесное Значит я должен что-то делать И вот когда я вот это осознаю Что я должен сделать что-то Вот тогда я становлюсь свободным Полная свобода означает Что хочу, то и ворочу Вот что это означает А ты берешь только то, что для христиан Ну он хочет, свободы не было А сейчас свобода И вот расхитили государство Миллиардеры появились Олигархи Это же умышленно все делалось Кто делал революцию-то? Теперь они 70 лет продержали людей в рапсе Все это грабанули И к себе отправили куда надо И все Тут что непонятно-то? Это одни и те же Ну другие и те уже умерли Это другие режиссеры Но план выполнили до конца Дальше разваливай Дальше ваучеры Никто не знает, где эти ваучеры А тут сразу Абрамович А как? Как пишет Березовский Я говорит Проснувшись Понял, как я страшно богат Он проснулся Обыкновенный чертежник Еще у него не было Почему? Потому что все они Все из одной нации Вот все А вот Скуратов Бывший генеральный прокурор Российской Федерации Говорит Боря, а почему ты в Израиль Не поедешь-то? На родину свою историческую-то? А зачем? Мне мало приятно Говорит Просыпаться и думать Как пять с половиной миллионов Думают друг друга обмануть Это открыто В газетах пишут-то Почему? А потому что другого ничего нет И Боря очень хорошо знает Менталитет, как говорят Своего наца Своего народа И прочее Ну, Скуратов Теперь опубликовал все Может говорить И вот этот Пишет человек Который Это неверующий Он ничего не говорит По Евангелию Что свободу отнять нельзя Никто не может отнять И вот когда они говорят Вот Этот Сергий Радонежский Благословил на войну Я Александр Невский Воевал Я всегда думаю Почему они все это делают Но если свобода То свобода Выбора у меня Я могу пойти, не пойти И оказывается Когда я Жития Святых начитал Составлял каталоги Симфонию Вон книга лежит сзади Покажи Симфония на Жития Святых Мой труд Вот она Синяя, синяя Синяя рядом лежит То оказывается Это у меня там 1173 жития 12 томов По Демитию Ростовскому Там встречаются Жития Святых Где люди не шли на фронт И Ром А ему ночью явился Некто в светлой одежде И сказал Не ходи И он послушался Не пошел И церковь его прославила Дальше Мы читаем Андрей Стратилат Полковник Уверовала Вся его рота Пошли они Почти 3000 человек И за ними погнались Там Селевк Военачальник Тогдашний был И они могли Говорит оборониться В ущелье Могли Но они склонили голову И все посекли Почему это-то не практикуют Что ладно Свобода Вы можете идти воевать Как Дмитрий Смирнов Вас благословит Патриарх Кирилл Но можете не идти Можете на альтернативную службу Государство разрешает Так они гновят тех Кто сегодня не идет воевать Но я хочу подражать Иерону Но ты хочешь Александру Македонскому Александру Можешь по Невскому Ты кому хочешь Но почему меня Ты лишаешь этой свободы Для меня национальный герой Это Иерону Но ему ни одного храма Нигде нету Нету Ни одного Ни одного имени я не встречал И никто его не знает Это выборочно Даже жития Жития-то он написал Еще там Стилизовал Да стилизовал Это мы знаем Определенно Я вот это спрашиваю Почему Он разве не знает Сказал бы У нас не свобода везде И по житиям жить нельзя И по Библии жить нельзя Почему Главное препятствие Жить в свободе Это попы Он не дает выбора Никакого Никакого Как раз противорез Или со мной Или под нож Того что сейчас сказал Игорь Николаевич Приниканье было Слушайте дальше слова Противовес Вот то что он сказал О свободе Христианская свобода Не отрывает нас От наших семей От социальных связей От нашего отечества Не отрывает Когда говорится Что я избрал вас Мы имеем отечество На небесах Оно отрывает Кто любит отца и мать Больше меня не достоин Кто не возненавидит Не достоин Как не отрывает Когда прямо Христос говорит Не достоин за мной идти Пока не возненавидишь Отца и мать При каких условиях Когда они противодействуют Тебе идти Читает Блаженна Пепелакт Он растолковывает Но она-то и говорит Напротив В самом христианском Понимании Свободы В признании Абсолютной Иживительной связи Человека с Богом Заложен Огромной силы Нравственный потенциал Хоть маленько Под учетворением Благого Бога Сынами Дочерями Создателя Мы призваны Возделывать данные нам Во владение Сад Тем самым Приближая Царствие Божие Кровночеловеческому Именно этот Нравственный потенциал Укорененный Внутри Свободной Человеческой Личности И увидел В христианстве Император Константин Позволив Этому мощному Позитивному Созидательному Заряду Высвободиться И воздействовать На все Заряд Увидел Это язычник был До самой смерти Что он увидел Он увидел Что христиан Больше И выгодно Хороших работников Больше он ничего Не увидел Как царь А они первый же Раз встретились Царь А там еретики Позвольно мы зажать Он говорит Садитесь за стол Круглый Сидите занимайтесь Царь Язычник Укорачивал Епископа Православных И вот он здесь Говорит Высвободилась Сила Какая-то Нравственный Потенциал Ничего Этого Нет Нет Это пустословие Краснобайство А вот он Был бы сейчас Вы ему сказали Я ему сказал бы И точно так же И призвал бы К покаянию Он не говорит Что сила Во Христе Когда люди покаются От всего отойдут От мирских От этих Ну Пишут Виде Рассказы Девушка подошла К батюшке Она насчиталась Илариона Вот такого Какого-то И батюшка А я вот хотел узнать Относительно Конфессиального уровня Секуляризации Общества Дура Выходи замуж Что ему можно сказать Женись Женись А он ни о чем не заботится И он эту дурь наворачивает Здесь Дура Ты чем занимаешься Ты Тебя на ребятишек Воспитывать И рожать Вот весь ей ответ Поскольку о потенциале После Еще один Абзац Я его Прочитаю А потом уже Остановимся Это же потенциал Христианской свободы Высвободился В нашем народе После десятилетия Идеологического По миллиону Вымирает людей В стране Высвободился Потенциал Пей Блуди Один подошел А батюшка Подходит к нему Киоску А он рассматривает И там журналы Такие Плейбой То другое Мужик стоит А другой подошел По плечу Да Опоздали мы Опоздали Когда все Теперь открыто А ведь коммунисты Не разрешали это Даже коммунисты Были здесь лучше Я иду И порнографическими Открытками Торгуют Киоск А я сразу В милицию Позвонил На завтра иду Около вокзала Что-то глаза протираю Нету киоска Я говорю А тут киоск был Был А куда делся Да вчера милиция Говорит Приехала краном Засыпили Все утащили Утащили вместе с киоском И это с хозяином А эти нет Высвободила Что высвободили Это обокрали страну Нищенская зарплата Сколько не платили Чтобы набить золотом Карманы Гусинским Березовским Абрамовичем Дерипасском Все это сплавили Одному народу Которому очень хорошо Надо жить Вы еще обманываете Это народ Я вот только в этом году Поехал на свою родину Историческую родину Горняк Приехал и посмотрел По улицам прошелся Ужас охватывает Поредело Вот Настолько поредело Поредело городу Общество Общество Да Дома Разрушенные Разрушенные Там разрушенные Там разрушенные Там разрушенные Как война Как будто война была Такая шахта была Добывали Параметаллические Руды Развитие такое было Такое Все было Цветущее Что называется И все это похерено Ну оно все это знает Прекрасно Когда табаком и водкой Церковь торговала Все эти годы Свободу дали им Его Кирилл А его звод Курил Что Случайно или что Весь мир это знает А надо нам храмы строить Надо дома миллиардные ставить Не надо этого ничего Надо идти и благовествовать Вот сектанты По полной программе выложились Да Зато два храма построены В нашем городе Мы ехали по некоторым городам На востоке Четырехэтажные здания И поросшие лесом стоят И промышленные предприятия Все заброшены А он говорит О чем Высовывалась такая энергия И люди пошли Куда пошли-то Запилися Наркодельцам открыли дорогу Что делают-то Оборотни милиции Оборотни судей Одни оборотни Оборотни Он как будто вообще С другой планеты Этот человек-то Миллион каждый год теряет Миллион населения Вымирает За пятилетия В Алтайском крае Район вымирает Район Целый район Можно 21 тысяча сел Это государство Образующие Поселения были Полностью исчезли Как будто их никогда не было И он-то говорит О чем Высовывалась Какая сила Какая сила Остатки Что при коммунистах Было и то выветрилось Бегут на зарубеж Там мозги выкачивают И бегут И полковники КГБ И генералы Калугины И кого только нету Я уж не говорю Там о резуне Суворовы и Викторы Последнее время Еще о корнях Начали говорить Ну это Где-то Начиная тоже С 2005 года Корни Вот эти Исторические корни Откуда все пришло Генетика Это Человеческая И Приехал журналист В Москву И мы с ним разговариваем Как вы это понимаете Вот это Народные традиции Вот это Все пришли наши Верующие Ну как мы понимаем Что Где-то в глубинке России Есть там Какие-то Хуторки Там живут Старые-старые люди И они Вот это Все корни Вот эти Вот исторические Генетику Они и содержат И вот оттуда Как-то это все Духовно Черпается А где эти Хуторки Где эти люди Да никто Это не ведает Это же все Закрыто Тайна Это Это все Секретность Громадная Как у Сергея Германа Нет церкви Только один епископ На всю вселенную И он Двое Все население России Протитуировали И Спили Споили Вот и все И вся эта духовность Ну он-то разве не знает Про это не говорит Вот дали эту свободу А мы не учили людей Они свободой Не умеют пользоваться Люди бросились В самое тяжкое Вот это он должен был сказать И наша вина Простите меня студенты Я вам голову морочил Я преподавал Учил Из-за меня Миллионы людей погибли Я виноватый Молитесь обо мне Мой грех Больше чем у Иуды Он мог это сказать Нет Это война На Украине Все это наша вина Поповская Там попы уходят С кадилом Украинского Воина хоронят За каждого убитого За платье десятерых Это сейчас Настоящее Ну что это Евангельское учение Это говорит мусульманин Тут понятно У него Коран Он по Корану живет У нас-то Библия святая И в кого это не вмещается Что мы говорим Он понимает Зачем сюда пришел Вообще Что это за общество такое Ему это не надо Совершенно Ему надо В этой татьме Пришел Батюшка поцеловал Он ушел Причастился Больше ему ничего не надо Как великий инквизитор Говорит И за смертью Обрящут лишь смерть Там ничего нет Богу нужна наша совесть Раскрепощенная во Христе От всего ненужного Чтобы мы все понимали Свет пришел Осиял человека Это люди во тьме Начинают с этого послания Я убежден Что наш народ Именно потому преодолел Колоссальную социальную Экономическую катастрофу 1990-х годов И нашел в себе силы Встать с колен Что в нем Все еще течет Христианская кровь И в глубине Нашего национального Сознания Все еще не стерто Представление О христианской свободе Несется вниз Головой в пропасть Уже не на краю пропасти Народ лежит Это и так понятно Россия уже все На картах мира Рисует по другими цветами Но она еще уйдет Громко хлопну дверью Как я говорил Добровольно не сдадутся Нет А что нужно Я не политик Я не знаю Я знаю только одно Надо смириться Перед Богом А дальше Как Бог решит Участь нашу Израиль сопротивлялся И миллион сто тысяч В одном Иерусалиме погибло Больше чем в Ленинграде А для того малого народа Можно представить Эта катастрофа была национальная Там и расстояние было не то Географически Так понял Десять страниц одолели А где отца Это очень нужный и важный документ Чтобы можно было посмотреть на них И с знаки Все правильно Сейчас 11-ю читать будем Да Ну уже прочитали А 11-ю все прочитали? Нет Десять Это осталось пять Я оставлю Это я унесу На следующие Это Пять страниц Как раз Третья часть Здесь оставлю Здесь да Достойно есть Якова истину Блажей дитя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херуим И славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Богослова Родшую Сущую Богородицу Тя величаем Благодарим Тебя Господи Что открываешь Ты нам Все эти тайны Беззакония Для того Чтобы мы Для того Чтобы по словам Твоим Мы все знали Чтобы мы были Всегда бодрственными Трезвенными И не страшились Того зла Которая наступит Тех воин О которых Ты говорил Апостолам Пред река И последние дни И то что будет После того Когда народ До конца И запьет чашу Благодарим Тебя Господи За то что Еще даю Что в мирные дни В исследование себя Своих грехов И даруй И даруй Много милостей Обличать Это зло Которое происходит Вокруг нас Помоги И В интернете Людям Тем которые будут Слушать это Наши объяснения По данному вопросу Чтобы они Нашими И главное Чтобы правильно Поднимали Все это Наши сердца Чтобы совесть Наша Всегда была чиста Никогда не засыпала И не сгорала Тебе слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь